Теперь о том, что интересно, что более 17% опрошенных пока затрудняются ответить, какую партию они поддержали бы на выборах. А значит это, что значительное число избирателей будет решать, за кого проголосовать уже на участках. И это повышает ставки для всех полицил, вдобавок к тому, что разница между вероятными лидерами гонки чуть больше процента. Чего на таком нервном фоне ждать от депутатов, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Они в едином порыве спели гимн на открытии новой сессии, но до единства в зале уж точно далеко. Хотя призыв к единству звучит рефреном в спичах перед стартом политического сезона. Единство заканчивается там, где начинается законотворчество. Чтобы эта единство была, она должна быть по сути, вокруг законов, которые берут суверенность и целесность страны. В вокруг законов, которые говорят про цивильный контроль над оборонными витратами. В вокруг законов, которые принимаются для того, чтобы убить коррупцию. Я всегда хочу, чтобы оппозиция, она у нас разная. Столько видов оппозиции, чтобы она всегда конструктивными пропозициями подвищала планку и дотискала, в частности, владельцу коалицию до более качественных законоприятий. Провальные голосования и бесконечные переголосования на этой сессии видеть точно не хотят. Ни в Кабмине, где сразу очертили необходимость реформ, ни в коалиции, которой как никогда нужно доказывать, что она есть. От слова «реформа» скоро людей будет нудить, потому что все у нас называется «реформа». Люди втомились, люди агрессивные, они не чувствуют позитивных изменений и они, соответственно, перекладывают всю ответственность исключительно на парламент. Нам остается год на нормальную, стабильную работу, потому что через год стартует предвиборчая кампания. И тогда уже мы не сможем принять законы, которые действительно потребуют общество, потому что все дадутся в популястичную риторику. Проявлять активность депутата начали уже в первый рабочий день, внеся в повестку дня образовательную реформу. На нее потратили весь день. По сути, законопроект скандальным не был спорным, да, но многие вопросы снимали на ходу. Поэтому и табло показало наличие голосов не только коалиции. Мы сделали все, чтобы не было закрытия школ, чтобы не было сокращения количества вчителей, педагогов и выкладчиков. Мінімальная заработная плата для вчителей этим законом передбачена на уровне трех минимальных заработных плат. Это почти 10 тысяч гривен. И это серьезный крок вперед. Тут мы сделали соответствующий консенсус, что 12-летняя, но она начинается для детей с 6 лет. И таким чином миф про то, что дети будут закинчивать с 19 лет, этого не будет. Дети будут закинчивать с 18 лет, когда они становятся дорослыми согласно законодательству. Самое главное то, что я заметил, что большинство депутатов как раньше не ознакомливалось, так и сейчас не ознакомились с законопроектом, с которым они голосуют. Один из самых простых показателей, когда я в конце спрашивал, специально подходил, интересовался после закона об образовании. А мы за 11-летнюю реформу голосовали или за 12-летнюю? Одни говорили за 11, другие за 12. Третьи советовали, чтобы точно знать, спросить у Лили Гриневича. И если образовательную реформу принять смогли, то судебную только начали обсуждать. 4 700 поправок, по сути, замечаний, на которые нардепы потратят ни одно заседание. Только по моих подрахунках есть около 40 противоречий, которые не дадут работать в нижнем из этих кодексов. А дальше по списку депутатов еще череда реформ, а значит череда споров и конфликтов. Очевидно, снова на порядке динам будет вопрос о мораторию на продаж земли, оскільки цей термін мораторию мы установили в минулому году и он закинчивается. Тут нужно визначаться, будет много голосов, будет много дискуссий, но по живому побачим. И главное, что будет также запекать, это бюджетный процесс. Найбільш проблемней это будет медичная реформа. Я не понимаю, каким образом я должен сейчас проголосовать за медичную реформу, яка с 1 сечня 2018 года все финансирование по медичному забезпечению влягает на местные бюджеты. Пойдет подготовка так званой медичной реформы, так званой пенсионной реформы, так само кулуарно, так само с вырахованием только интересов окремых политических сил и очень далеко от интересов общества. Мы категорично против таких подходов. А на подходе еще и вопросы безопасности, закон о реинтеграции Донбасса, о котором много кто говорит, но мало кто видел, практически готов. И внести в повестку дня его могут спонтанно. Я думаю, что он появится, остаточный вариант, после возвращения президента Украины из Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Я держала закон в руках, читала все статьи, обговорила специалистами, особенно я. Остался единственный момент, про миротворцев. Мы будем включать эту статью в этот закон, не будем включать. Какой выгляд будет иметь эта миротворчивая миссия, все равно это вопрос будет голосовать в зале. Но за чередой реформ и законопроектов, поданных к обминам и президентам, у депутатов есть и свои документы. И в каждой полициле таких десятки. У нас есть три основных приоритета. Первое – это достижение мира. И мы будем работать в этом направлении по мере наших сил и возможностей. И будем прилагать все возможные усилия для того, чтобы добиться мира. Второе – это отмена тарифов. За это мы готовы голосовать в любой момент. Мы считаем, что тарифы убивают людей, они грабят людей. И эти тарифы в нынешнем виде существовать не могут. И третье – это повышение социальных стандартов и создание рабочих мест. Это три приоритета, за которые оппозиционный блок готов голосовать. У нас на эту тему есть огромное количество законопроектов, которые, к сожалению, не рассматриваются правящим большинством. Но это те приоритеты, за которые мы будем бороться на этой сессии и то, чего мы будем добиваться. Добиваться и настаивать в этом зале будут все. Вялым сезон точно не будет. А вот будет ли продуктивным – осень покажет. Воснует такой весняный депутатский авитаминоз и осенняя гиперактивность.